Сейчас священник вышел через Вячеслава, отец Алексея Бочков, кажется, фамилия его. Еще? Слышно меня? Ну, я слышу, а что дальше? Ну, просил занятия провести индивидуальное. Вот тут брат Вячеслав мне тоже. Тебя просил провести собрание где? В интернете? Занятия, занятия с ним, индивидуальные, по Слову Божьему. Ну, и какой вопрос, в чем дело? Вопрос такой, как бы вы провели занятия, вот кто-то вышел из священников на вас, о чем бы вы говорили, в каком, так скажем, ключе вы провели бы занятия? По Слову Божьему. В первую очередь я спросил бы, он верит в Бога или не верит, потому что попы в большинстве неверующие. Дальше. Какое отношение в его жизни занимает Христос? Как часто молится? Как часто считает Библию? Когда уверовал? Было ли духовное обращение рождения свыше? Водительство Духом Святым? Главное, вопросы разрешить первую встречу. А дальше бы уже у нас все устроено. Трехтомник в руки. И начинаем беседовать по порядку. Ну, вот первые вопросы, их нужно разрешать капитально, до конца. Под вопросы задавать. Ну, так как заочно сказать? Вот, которые на меня выходят. Ну, я об этом и говорю, как сам верю. А то, что набил голову разными знаниями, там учился, надо посмотреть, мешает оно или нет для спасения. Я выставлю эту беседу, первое занятие. Ну, да. Может быть, сегодняшнее. А он где живет? Волгоград. Настоятель храма. А почему он на тебя, на Францию вышел-то? А здесь у нас же есть свои занятия. Ну, он у нас в группе, в чате он состоит. Я не знаю, сколько по времени. Ну, вышел он сначала на Вячеслава. Ну, это неплохо. Какое семейное отношение его к спасению? Жена против нет? Женатый нет? Как дети? Трое детей. Ну, пока не знаю там, кто против, кто нет. Ну, можно спросить. Учился нет? Рукоположен с 25 лет он рукоположен. Сейчас ему 50. Ну, он должен принести покаяние, что неправильно рукоположен. Понятно. Ты нигде никаких пропусков не делай. Сразу все это себе запиши заранее. И скажи, вот это правило. За этим правилом стоит 300 святых отцов. Или их будем слушать? Или будем слушать только, что нам скажет сегодняшний архиерей, который в Бога-то не верит? Как торговля в храме у него дело обстоит? Работает, нет, десятина. Все вопросы поднять. И скажи, так у тебя сразу начнет налаживаться. Не так, я нынче, а завтра другое буду. Нет. Сразу у ног Христа садимся, скажи, и будем заниматься. По каждому вопросу, вопрос святой Библии. По ней Бог будет судить. А авторитет Библии восстанови сначала. Если нет авторитета, ничего не будет. Он тебя ломать будет. И из тебя сделает врага. А когда ты по Библии говоришь, он видит, что ты Бога любишь, он с первой минуты полюбит, что его Господь свел с тобой именно. Тебя-то мы знаем хорошо. Виктор Савченко не спит. Да, спаси Христос. Ну да. Я тут помехи делаю основные. Да. Если, прошу молиться, если Богу угодно будет, то еще будет занятие. Пускай на наши занятия приходят. На наши занятия. И здесь вопросы задает. Хорошо. Ты только види, ты все это знаешь определенно и четко. Скажи, я вот тогда-то такого-то числа закончил читать Библию. Когда вы ее закончили? Сколько раз прочитал Новый Завет? Как он начинает день свой, когда встает, когда молится? Ну вот это вот надо в первую очередь узнать, потому что он руководитель. У руководителя, это как у лидера, должно быть шесть качеств. Ты ему все эти качества разложи. Я уже три качества объяснял, завтра буду четвертый объяснять. Решимость. Вот так. И он сразу увидит, что ты серьезный человек. Думаешь о будущем, о страшном суде. Ни в чем не потворство ему. Как он с бородой? Бреет, нет. Подровняет еще что-то. Скажи, выбрось бритву, тогда разговаривать будем. Если Господь вас даже в земной Иерусалим не пускает, какой небесный-то Иерусалим примет вас? Вот так все это окружи и покажи ему. Скажи, на исповедь спрашивайте людей, как они относятся ко Христу. А не просто главное, как, блудила, воровала, ну ладно, прощаются. Мы, говорят, блудили всю неделю, пошли, покаялись, в воскресенье причастились. Мне тут один пишет, православный герой. Их в храм пускать нельзя в семь лет. А они, видишь, что делают? И попы позволяют, экономия. А почему слово тогда, к такому слову я кривее поставь? Понятно, Игнат Тихонович. Ты видишь, ты все знаешь, тебе все-таки намек дай. Ты что-то говорим, ты это запиши ему. Скажи, вот с первого дня начинай. Чтобы выступил перед народом. Покаялся перед народом. Покаяние нужно. На исповедь к народу сходи. Сколько лет, ты скажи, с людьми этими знаешься? Сколько через тебя ушло к сектантам, к еретикам? Потому что ты за одну душу не ответишь. Слепые пастыри. Бредящие, лежа, любящие спать. Сколько он спит, узнай. Посты соблюдает, не соблюдает. Так, чтобы он сразу почувствовал перед ним воин Христов. Как Александр Невский говорит, ужас, вид воина должен внушать ужас супостату. Ходит ли у него матушка без платка? Ну и проще так. Как молятся? Вместе нет. Домашняя церковь работает у него или нет? Ведет ли он занятия с народом? И так сразу подойди, не только с ним, а индивидуально. Но чтобы другие были, скажи, ну ладно, проведу занятия 2-3. А там желательно мне с твоей пастой начать работать. Ты за нее отвечаешь-то. Так что смело берись. У тебя для этого все есть. И знание, и смирение, и все. Понятно. Ну, если вопросов нету, я отхожу. Спасибо, Христос. Вопросы, если есть, задавай. Так, Виктор Николаевич отошел. Я нужен кому? Не нужен. Отошел. Игнать Тихонович. Ой. Это тот священник, который, помните, я в общий чат сбрасывал. Что он пишет. Ну вот он все время советов спрашивает, как благовествовать. Все время я ему там проповеди сбрасываю. Он у нас тут в группе тоже есть. И смотрит. И уже где-то полгода я его, может быть, знаю. Я ему отвечал так очень жестко. И он ни разу, даже что-то, ни разу, только наблагодарил всегда. Ну, в общем, удивительно как-то расположенный, непонятно как, даже не верится. И вот сейчас попросил занятия вести. И тут сестра Ирина Кондратюк, она, я считаю, правильно рассудила, что никто лучше, чем Виктор Савченко, не сможет со священником пообщаться. Виктор, мы с Виктором пробыли, наверное, лет 15 вместе. Так, все, я отошел. Так, все, я отошел.